Цены на продукты питания растут с каждым днём. Их нестабильность не могла не отразиться на социальной сфере. Рост цен на товары повседневного спроса также влияет на финансовую политику в дошкольных образовательных учреждениях, начиная с Нового года. В детских садах с Нового учебного года в детских садах и других учреждениях дошкольного образования есть вероятность увеличения размера заработной платы сотрудников. Подробнее в материале моих коллег. Ежемесячно родители, которые отдают детей в детский сад, оплачивают сумму в размере 11 500 тенге. На ежедневное полноценное питание одного ребёнка уходит около 550 тенге. С 2016 года мы высчитали сумму употребляемого мяса в меню детишек, которое составило 1140 тенге. А в этом году на рынке невозможно найти мясо не менее 2000 тенге. Взяв статистические данные, мы подвели их в меню и привели в порядок ситуацию выплат родителей. В настоящее время подготовлены информационные документы, которые были отправлены в Акимат. Отправляем на вынесение постановления. В случае, если предъявят соглашение и подтвердят постановление на питание одного ребёнка, будет затрачено 650 тенге. То есть ежемесячный платёж составит 13 500 тенге. Некоторые продукты заменят на натуральные, богатые различными витаминами. Ещё одним плюсом для родителей станет то, что льготы для детей из многодетных семей сохранятся. У родителей доход составляет меньше минимальной заработной платы на каждого члена семьи. Ну то есть, соответственно, отец работает, мать в это время находится по уходу за детьми, значит, а детей много. И в общей сложности доход родителей составляет меньше минимальной заработной платы на каждого члена семьи. Обращаю внимание, делится на всех членов семьи. То возможно, по информации отдела образования, что получить 50% скидку за счёт бюджета на питание. Соответственно, собрав все справки, рассчитав, подав соответствующие документы, можно получить 50% скидку. Данный вопрос обсудили на заседании общественного совета, где было сказано о том, что приказ вступит в силу в течение 10 дней после его подписания.